На этом уроке мы начнем решать более сложные, неопределенные интегралы с помощью формулы интегрирования по частям. Найдите интеграл вида x умножить на cos x умножить на dx. Ну и естественно, что этот интеграл также не является табличным, как и предыдущие, которые мы решали. Поэтому попробуем решить с помощью вот этой формулы интегрирования по частям. Что-то необходимо под знаком интеграла выразить через u, вернее обозначить через u, остальное через dv. То есть у нас два способа обозначения, я имею ввиду. Можно обозначить u через u, это x, а все остальное можно обозначить через dv. Все остальное через dv. И второй способ. Косинус x через u, то есть вот этот косинус через u, а x на dx это dv. На самом деле, вот если интеграл сложный, мы не знаем наперед. Это потом с опытом уже приходит знание того, как правильно обозначить данное выражение. Как правильно распределить роли, я бы так сказал. Что обозначить через u, что обозначить через dv. Но пока опыта нет, мы должны пробовать и так и так. Если после какого-то обозначения и после применения формулы интегрирования по частям у нас интеграл усложняется, значит выбор был сделан неправильно, значит нужно переобозначить и решить заново. На этом уроке я вам покажу в качестве второго способа решения этого интеграла, как сделать так, чтобы обозначать сразу с первого раза правильно. То есть я вам покажу второй способ для решения этого же интеграла. И вот этот метод позволит вам сразу делать правильный выбор. Ну вернемся к нашему интегралу и попробуем обозначить первым нашим способом. А именно, x мы обозначим через u, все остальное это dv. То есть вот что-то u, а все остальное dv. Вот как в нашей формуле. В правом нижнем углу я вам записал формулу интегрирования по частям. Значит тогда у нас получается остальное это косинус x на dx. Это не что иное, как dv. Теперь из данных двух равенств нам необходимо для нашей формулы, во-первых, найти в чистом виде u и v, но u уже найдено, значит v надо найти. И плюс еще du необходимо для формулы найти. Давайте поочередно это сделаем. Начнем с, например, с, давайте, ну вот, например, с x равен, я имею в виду с du. Начнем du, найдем du для начала. du равно, вместо u подставим x, получится просто dx. То есть несложно. du равно dx. Теперь давайте перейдем к нахождению v. Для того, чтобы вот из этого равенства найти v, нужно проинтегрировать обе части данного равенства. То есть записать следующим образом. Интеграл левой части, а это косинус x dx, интеграл косинус x dx, интеграл левой части равен интегралу правой части. Равен интегралу правой части, значит интегралу dv. Ну, действительно, мы проинтегрировали вот это равенство. Интеграл левой части равен интегралу правой части. Тогда, давайте начнем вот с правой части. Интеграл и дифференциал, так как они рядом находятся, они взаимно уничтожают друг друга, остается просто в чистом виде v. Так и запишем, v. А вот этот интеграл мы просто вычислим, он является табличным. Интеграл от косинуса x dx равен sin x плюс константа c. Формально вообще здесь мы должны записать sin x плюс константа c. Но я вам уже говорил на предыдущих уроках, что нам нужно взять самый простейший вариант вот этой функции v. А самый простейший вариант будет тогда, когда константа равна нулю. То есть мы берем в качестве v sin x без константа. То есть константу c мы обнуляем. И нас это устраивает для решения нашего интеграла. То есть получается v равно sin x. Теперь у нас есть все для того, чтобы вернуться к нашему интегралу и его решить. Возвращаемся к интегралу x на косинус x dx. По форме интегрирования по частям этот интеграл будет равен. Во-первых, u умножить на v. Смотрим, где у нас u. Это x. То есть мы можем записать, что это будет x умножить на v. А v это синус. То есть получается x на синус x. И минус интеграл v на du. v это синус. Да, вот он у нас вверху. То есть мы запишем синус. И умножить еще, вот по формуле, на du. А du это dx. Умножить на dx. Задача практически решена. x на синус мы перепишем. А интеграл от синуса x dx является табличным. Он равен минус косинусу. Минус косинус, да вот этот минус перед знаком интеграла даст нам плюс. То есть получается плюс косинус x. И плюс константа c. И плюс вот так вот. Константа c. Задача решена. Ответ мы с вами получили. Но я обещал данные, показать вам еще один способ рассуждения. Как можно сделать правильный выбор не наугад, а вполне закономерно. Давайте вернемся к нашему интегралу. Я его опять перепишу. Интеграл x на косинус x на dx. И попробуем его вычислить с помощью формулы интегрирования по частям. Но не сразу, а постепенно. Смотрите, что я хочу для начала сделать. На первом этапе я хочу вот эту функцию загнать под знак дифференциала. То есть косинус x я загоняю под знак дифференциала. Как я загоняю? x мы перепишем. А косинус x на dx по формуле для дифференциала, сейчас я вам эту формулу тоже напомню, будет равен дифференциалу синуса x. Почему? Сейчас я еще раз это вам напомню и покажу. Значит, во-первых, я использую формулу самого дифференциала. Дифференциал функции любой. Дифференциал любой функции. Это производная функции умножить на dx. Далее. И кроме всего, да, теперь смотрите, теперь можно проверить, чему равен дифференциал синуса вот по этой, по нашей нижней формуле. Он равен производной этого синуса, а она равна косинусу, и умножить на dx. То есть, да, действительно, косинус x на dx – это не что иное, как дифференциал синуса по вот этой нашей формуле. Я вам уже говорил, что если сразу вы затрудняетесь внести косинус x под знак дифференциала, можно сделать это более длинным, но таким классическим способом, который вас никогда не подведет. Я вам его еще раз напомню. Смотрите, мы с вами записываем косинус x dx и записываем, в каком виде мы хотим его представить. То есть, каким образом мы хотим косинус x dx представить? Мы хотим представить это как дифференциал некоторой функции dz, например. А теперь нам необходимо найти z. Чтобы найти z, надо проинтегрировать. Интеграл левой части равен интегралу правой части. Интеграл правой части, интеграл и дифференциал взаимного 4, друг друга остается z. А значит, z будет равен интегралу косинуса x dx. А интеграл косинуса x равен синусу x. Плюс константа c мы не пишем. Поэтому у нас получается, что z отсюда равен, давайте вот так запишем, отсюда мы получаем, что z будет равен z равно синусу x. И вот теперь мы вместо вот этого z в нашу формулу, вместо этого z подставляем синус, и у нас получается дифференциал синуса. То есть мы получаем формулу, что косинус x dx равен дифференциал синуса. Косинус x dx равен дифференциалу синуса. Давайте я вот здесь вот тоже внизу это запишу. То есть мы получаем, если мы сейчас z вот сюда подставим, то мы получим с вами, что косинус x dx это не что иное, как дифференциал синуса x. То есть как раз вот это последнее равенство мы как раз использовали только что в нашем интеграле. Теперь смотрите, что получается дальше. Теперь сразу никакого выбора уже делать не нужно. Теперь смотрите, то что без дифференциала это естественно u, а все остальное это dv. Все остальное это dv. И теперь очень легко, посмотрите, вот по этой формуле, ну тут я вот так вот запишу, да не надо две стрелки, одна стрелка, вот по этой формуле. По этой формуле я теперь буду находить наш интеграл. Смотрите, u сразу видно, что это x, а dv равно дифференциал синуса. Но если dv равно d синус или дифференциал синуса, то значит v равно синусу. Посмотрите, v равно синусу. Если дифференциал, ну как бы дифференциал отбрасываем, да, и константу обнуляем. У нас получается v равно синусу. То есть, ну, хотите, давайте вот здесь прямо еще запишем. Значит, отсюда следует, что u равно x, а значит отсюда du равно dx. Это нам тоже понадобится, потому что вместо v подставили x. И так как dv равно дифференциалу синуса, dv равно дифференциалу синуса x. Отсюда следует, что v равно просто синусу x. Что v равно просто синусу x. И вот теперь давайте я разделительную такую черту закрою. И теперь я пишу равно. Теперь все просто. Теперь все просто. Используем формулу. Смотрите, по формуле это будет u на v. u на v. u это x, а v это синус. Значит, это будет u на v. Это будет x умножить на синус x. И минус интеграл v на du. Интеграл v. Что такое v? v это синус. Вот он у нас. Я уже обвел его. Вот он, видите. v это синус. Значит, пишем синус x умножить на du. А du это dx. Получается умножить на dx. И у нас получился точно такое выражение и точно такой интеграл. Вот как, вот здесь чуть выше. Посмотрите. То же самое. А значит и ответ, естественно, будет точно такой же. Окончательно давайте перепишем тот же самый ответ. То есть получается x на синус x. Вот, да, у нас получается. Переписали первое слагаемое. И минус, там минус минус косинус. А значит минус на минус дает плюс. Значит будет плюс косинус x и плюс константа c. Как вы видите, ответы наши, посмотрите, вот он в первом случае, а вот он ответ во втором случае полностью совпадают. Задача решена.